Здравствуйте, ребята! Давайте же посмотрим очередной бой в 2 на 2 против сильных игроков. Армен из Казахстан Прайд я знаю, он играет хорошо, он не рак. А второго его напарника я не знаю. Давайте же посмотрим, что было вообще и как вообще бились наши мощные конфедераты. То есть с четырех сторон. Вот. Возьмем фиолетового игрока, возьмем желтого игрока и возьмем зеленого и синего игрока. То есть наших противников. Видим, что идет сбор контейнеров очень даже нормально. Кажется, половину карты забрали наши игроки. Так, здесь идет разветочка. Ну, как обычно, две верфи. Что-то удивительное. Так, здесь мы видим, дельточка забрала одну. Один ящик, второй ящик успел. Все, третий не успел. Но, как мы видим, наша голова, то есть снегурочка, она забирает почти все. Ну, не почти, а все море. Так, здесь мы видим, стоит торпедочка. Так, дельта тут летает, ездит. Ну, Грена сейчас накажет ее. И ничего особенного. Давайте же посмотрим, идет как развитие. Карту, как говорится, не оставляем без присмотра. То есть, в каком смысле? То есть, нужно всегда иметь разведку всей карты. Если нет у тебя разведки, то считай, что ты бой профукал. И против сильных конфедератов, ребята, запомните, никогда не нужно играть на третьем штабе. Нужно делать щит. Зевса, щит, град. То есть, у кого количество, то есть, приоритет в ихнюю сторону. Чем больше войска, тем, как говорится, победа в твою сторону. Видим, что идет разведка. Так, у этого игрока, кажется, третий штаб. Ну, то есть, зеленый игрок решил играть в масс-авиа. Вот, мы здесь заметили, то, что дельта наша приехала. То есть, желтого игрока дельта приехала на базу синего игрока, чтобы разведать. И мы увидели, что два зашема. То есть, один зашем какого-то там госзаховского уровня. То есть, нулевого, наверное. Там только крепого можешь производить. А второй зашем, вот, он, видим, что апнулся до зевсов. Значит, как мы поняли, синий игрок будет играть через наземку. Зеленый игрок будет играть в фулл масс-авиа. Ну, правильно. Так, здесь фиолетовый игрок пишет. Ну, как бы, дает совет, что нужно играть через деф-базы. Вообще, если взять, она правильно говорит. Ну, если нету никаких других идей, нужно действительно играть через деф-базы. Вот здесь вот видим. Вот видим, ищет, и там, не скажешь, что девушка может так играть хорошо. Даже вот, можно сказать, девушка вот эта, она играет получше, чем в желтый игрок. Ну, конечно же. Как без этого, как говорится. Вот. Вот этот момент вы видели, ребята? Я плохо заснял. Торы вот прячутся. Почему? Торы вот щетка прям попали. На два Тора минус. Не обращайте внимания на смс-ки. Это эмоции, ребята. Когда ты теряешь своих мощных Т-3 танков, это можно просто обматерить, ребят. Но зеленый игрок хорошо попал. Действительно, очень больно. Так, здесь мы видим, желтый игрок мстит, просто так мстит с Зевсом, да? Так, здесь сколько вертексов-то? Двенадцать? Не знаю, сколько. Ну. Так. Пошла разведка. Четвертый штаб также стоит. И у этого, и того, опа. А здесь уже пошел, уху. Три завода Зевса. Зевса? Я не пойму, вообще, синий игрок о чем задумался-то? Ну, решил клепать Зевсов. Так, здесь видим то, что желтый игрок идет на бугре, то есть на холме. А фиолетовый игрок как бы поехал на нижнюю дорогу. Там как бы отлично себя внимание, что ли, или что. Вообще не могу без понятия. Видим тайфуны. Три-четыре Зевса. Остальные грены под щитом тоже имба, кстати, ребята. Так, щит включается от фиолетового игрока. Сколько здесь? Один град? Нет, это мало. Надо хотя бы минимум было три города. Зевсы, да, это мощь, сила. Ничего не говорю. Вот, 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 вот здесь видим торы. Три тора. Не знаю, даже вот, вот видите. Вот покоцали они щит. И плюс добивную. И тут Зевс еще добивает. Нет. Торы в этот раз херово попали. И здесь мы видим имба-грены под щитом. Давайте же посмотрим. Вот, включается голда на голду. Вот, вот, вот. Синий игрок вовремя пришел. Ну, сейчас там грады разложатся. И все. Грену здесь уже действительно мясо. Так. Как же красиво смотреть на это все. Еще один тор летит. Бомбит. Вертекс еще помогает желтого игрока. Это тоже радует. Ну, здесь почти пробили. Неужели пробьют? Давайте, давайте, ребята. Щит сдох. Щит где? Ну, нет. Мне кажется, здесь сейчас грады расправятся. Здесь полумертвые же Зевсы. Офигеть. Что с ним не стало? Подтягивается синий игрок своими вертексами. Но что он сможет сделать? Три вертекса как вылетели, так сдохли, можно сказать. Так, фиолетовый игрок пишет, что желтый игрок галдил. Желтый игрок не галдил. Офигеть. Зевсы. Зевсы сейчас сдохнут, точно. Интересно, да? Ну, а еще один тор прилетел. Ну, все. Ну, здесь видно, что женщина, девушка, наша, как говорится, спасительница, она тащит. Она одна тащит. Это просто офигеть. Это шок. От желтого игрока сейчас толку нету. Ты где, Ирак? Скажи мне, пожалуйста. Вот. Включается. Неужели буст? Атака авиации. И здесь летят вертексы на победу, да? Или там как... А, вот. Он прилетает мочить штаб. Ага. Штаб. Все. Был потерян. Штаб был потерян, ребят. Тайфуны вы здесь зря. Вы должны улететь нахер отсюда. Убегайте. Убегайте. Вообще, град здесь встал как тупой. Это, кстати, Катюша. Вот этот вот град. Он как Катюша. Он раздвигается. И хороший пулемет ракеты наносит. Ну, да. Почти пробили, ребят. Вот посчитайте, да, ребят. Вот здесь была мощная оборона. Там грады, зевсы, ракетки, ПВО, бункера. И плюс забрали штаб. Ну, как говорится, не в пользу. Если засчитать обмен на счет рессов, наши игроки они больше потеряли. Ну, если посмотреть с другой стороны, без штаба зеленому игроку нечего ловить. Ну, наверное, он уже отстроил себе штаб. Так, копим. Ребята копят. Ага. Вертексы летают. Куда же они летают? Они смотреть летают. Здесь что-то собирается. Действительно. Щит был уничтожен. Правильно. А это уже было сделано правильно. Потому что щит, он лишняя суета. Если он будет работать у них, и наши игроки будут очень плохо пробивать их. И долго. Тайфуны разложены. Так. Фиолетовый игрок пишет, давай выдвигайся в нижнюю точку, чтобы как бы мы вместе атаковали. Так. Что же здесь происходит? Снова. Так, тайфуны здесь отступают почему-то. Я не знаю. Так. Договорились наши игроки. Желтый игрок делает. Масс. Ага. Ага. Фиолетовый игрок делает. Зевсов. Так. Так, так, так. По карте мы видим, что здесь. Град. Куда поехал? Ого. Что это было? Я этот момент сейчас, если честно, не помню. Это типа, нафиг мне град нужен? Сливаем коачки? Или как вообще? Я понять не могу. Ну, не знаю. Сейчас узнаем. Опа. Ребят. Извиняюсь, конечно же. Но мы здесь пропустили один момент. Я быструю перемотку нажал. Видите? Штаба нет. Желтый игрок, я не знаю, сколько там. Кажется, больше 12 вертексов. Вот у него было здесь раз, два, три, четыре аэродрома было заполнено. И из четырех аэродромов получается сколько там? Четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать вертексов. Осталось три вертекса. То есть, тринадцать вертексов, обмен на четвертый уровень штаба. Ну, по рессам, конечно же, синий игрок взял свою. Но без штаба еще такие, я объясняю, им ловить нечего. Потому что кошек не будет. Они не смогут делать солдатов, танков. Я не знаю, все понравилось. И здесь мы увиделись. Ага. Увидели, что летит, как говорится, у нас разведчик. Ну, и фиолетовый игрок с одним щитом. С одним, да, щитом? С одним щитом и с много-много зевсами идет на атаку. Ну, в этот раз, мне кажется, зеленый игрок не выживет. Тут столько зевсов, да. Они просто так грозно идут. Говорят, сейчас будем сажать на кукан. Ну, сейчас что будет, интересно? А где желтый игрок вообще? Че он потерялся, уснул или что вообще? Включается щит, грены вперед, как мясо. Правильно. И зевсы берут свою позицию. И давайте. Бункер будто вот слабый. Ага, щит поехал вообще не туда. Щит назад, назад, щит назад. Сейчас сдохнет щит. Щит. Все, был щит, нету щита. Так, на воздух там, видим, по мини-карте, что желтый игрок поднимает свои ветоксы. Ага. Че же делать? Вообще фиолетный игрок. Зевсов собирает или что вообще? Че это такое? Почему он отступает? Так, здесь пошло матерное ель. Ага. Вот. Здесь прилетает желтый игрок. Правильно. Вот здесь вот должна вот, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, атака всех юнитов. Давай, где там буст? Ну, здесь по-любому сейчас фиолетный игрок возьмет свой, потому что здесь по количеству, если взять, много зевсов. Очень много. Ну, зря они поехали-то сюда. Сейчас синий зевс умрут и все. Вот теперь точно им каранты. Все. Зевсы поехали, куда? Все. Вот эти ракетки сейчас, если бы пробить, как бы. А, нет. Я смотрю, что желтый игрок наверх идет. Че же она задумала? Эта умная красавица. Интересно стало. Тайфуны сажаем. Почему желтый игрок отступает? Тебе понять не было. Куда? Ну, куда ты отступаешь? Она сделает сбор. Так, здесь что было? Здесь, видимо, летят Торы, ребята. А куда они летят? Летят, 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 летят. Красивые попадания. На красных бустах. Все, ладно. Заблудились, зевс? Ну, да, действительно, зевс это очень тупая техника. И медленная. Она всегда любит подводить. Просто подводить. Вот, подводят. Да, действительно. Так, здесь что делаем? Смотрим. Что? Снегурочка наша собирает снова на земку. Фулко. Как говорится, сколько? Четвертого или пятого? А, уже пятого штаба. Ну, в этот раз, мне кажется, уже им не жить. Так, Торы куда летали-то? Извиняюсь за плохое, как говорится, неправильное показание камеры. Ну, здесь было много ракеток, кажется, если вы помните. Торы ударили вот сюда. Да. Вот туда ударили и все. Так. Сколько же здесь зевсов? Как тяжело посчитать, интересно, да? Так, здесь они вот договариваются. Не знают, на кого же пойти, на синего или же на зеленого. Желтый игрок пишет, типа, не знаю. Давай, думай сама. Ты же у нас умница. Так, здесь готовы 2, 6, 9 Торов. Даже страшно представить, что они могут сделать, если показать точку назначения, куда бить. Ну, и здесь еще голодные зевсы. Голодные зевсы, они очень так себе любят мясо. И все, здесь, кажется, пошла атака, да, ребята? Пошла атака. Нет. Здесь идет вертексом проверка связи. Ну, где наши Торы? Наши имба Торы. Где? Где Торы? Наши Торы, Торы. Вот, здесь пошла атака. Пошла, пошла атака, пошла. И давай, вылетайте, Торы. Ну, здесь вам нужна помощь, Торы. Торы, 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 вылетать. И здесь полетели Торы. Сейчас мы посмотрим, что же будет. Давайте этот момент постараемся не пропустить. Как бы вот так, да, вот. Может быть, будет видно. Ага, ага, ага. Все, ракеток нет. Давай, Снегурочка, проход открыт. Ты пробивай Зевсов. Щит, самое главное, не сдыхай. Блин, щит без тебя. Вот видите, Зевсы, вот эти синие игрока, они отвлеклись на щита пока. А фиолетовый игрок, Зевс, они начали бомбить Зевсов. Потому что синий игрок сделал ошибку. Нужно было бить просто не щит, а саму технику, которая наносит вред. Все, здесь уже, мне кажется, будет пробивание базы, ребят. Давайте же посмотрим. Да, здесь уже действительно идет пробивание базы. Офигеть. Да, и до заказ, кажется, идет, да, туда, да. Здесь, как я понял, до заказ. Да, до заказ летит просто на базу. Голодные зевцы хотят кушать. Офигеть. Все. Здесь, кажется, уже база пробита, да? Или еще не пробита. Ну, эти конфедераты, они очень молодцы. Вот просто, респект, да, вам, ребята, честно. Вы хорошо и до конца держитесь. Вот, блин. Вот что такое, как бы, как говорится, держаться до конца и верить в себя. Ну, как бы не стало, вы видели, ребята, почти база была пустая. Штаб был уничтожен. Ну, извините меня, синий игрок тоже не кидается у напарника. Да, и зеленый игрок как бы двигается. Так, здесь видим, зевцы отступают. Ага. Вот, наша снегурочка уже собрала нормально так себя орду. И будут грены, да. Здесь снова летят торы. Куда они летят? Фиг его знает. Ага. Один завод, два завода, три завода. Правильно. Нужно бомбить заводы, потому что от заводов много толку, я смотрю. Давай, 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 давай. Неужели вертекс не добьет? Давай вертекс, 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 вертекс. Ха-ха-ха-ха, не добил. Здесь, конечно, два, здесь три, офигеть, шесть торов. Вот. Зеленый игрок решил уже не здесь строить свой штаб, а вот здесь. Правильно. Зачем впечатлять внимание? Могут тору, например, без разведки так себе прикинуть и вот сюда бомбить. А они промажут, потому что уже будет штаб здесь. А к этому времени будет много плошек и будет четвертый штаб и т.д. Короче. И видим здесь наша снегурочка. Она идет в атаку. В атаку с мясом, с гренами. Но почему? Мне кажется, вот если ты даже с гренами идешь в следующий раз в атаку, держи зевцев сзади. Пока грены будут получать на себя урон, зевцы будут делать свою работу. Зевцы уже отступают. Понимает свое дело то, что столько гренов, как говорится, не пережит. Но здесь оказывается встречает сюрприз. Пять, шесть синих зевцев. И даже семь, восемь синих. И три зеленых зевцев. И один игрок, конечно же. Так, здесь снова тору летает. Просто бедняжка. Мне, если честно, жалко тех конфедератов. Они, наверное, уже устали от этих торов. Так, куда же они летят? Летят, 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 летят. Промазал ты. Желтый игрок. Ты думал, что там? Армян свой оставить? Он же не такой тупор. Ого. Ветексы. Ветексы куда летят? Ветексы вы куда летите? Хвастик. Не обижайте торов в ветоксе. Ну, теперь вы точно назад не вернетесь. Давайте же перемотаем, ребята. И заедем в суть дела. Посмотрим, кто чем вообще. Отобьются ли последнюю атаку. Это идет, получается, массивная третья атака по нумерации. И. Опа. Здесь видно по миникарте еще. Желтый игрок тянет своих гренов. Все. Здесь, кажется, идет пробивание базы. Щит, как всегда, путается под ногами. Я не знаю. Идет туда-сюда. Ходит. Тайфуны разложены. Вертексы вообще не бесстрашны. Вот. Вот этот момент. Если сейчас пробьем эту линию обороны. Все. Кранты, ребята. Нет. Здесь уже стенки тебе не помогут, брат. Извини, конечно же. Но против Зевса нет приема. Понял этот момент? Сам ты знаешь. Сам ты конфигират. Что ты стенки стоишь? И все. И все. Как мы видим, ребята, хорошо все пробивается. И все уничтожается. Ребят. Вот такой вот бой был. Кому понравилось видео? Ребята, не стесняемся. Подписываемся на этот канал. Будут очень много видосов. Жарких. Мощных заруб. Против сильных игроков. Наш клан покажет, как правильно биться. Кому не лень. Подписываемся. Ставим колокольчик. Обязательно. Потому что, чтобы не пропустить следующее видео. И, кстати, если ты сильный игрок и нетрусливый, и будешь биться до конца, то можешь написать нашему главе или же заму. Он посмотрит на тебя. Если он оценит и посчитает то, что ты достоин нашего плана, мы обязательно возьмем вас. Ну что, до свидания, ребята. Пока. Продолжение следует.